Подъезжаем к городу Киль, и сейчас вам буду показывать, ааа, смотрите, смотрите, что здесь творится, ага, здесь установили, в общем, развлечения здесь установили, да, дело в том, что в городе, где я сейчас проживаю, это все уже было, а теперь праздник, насколько я понимаю, да, перенесся в этот город, если это так, а это, скорее всего, именно так, потому что вы только что видели эту крутящуюся карусельку, вот, то я вам все это сейчас покажу, это очень даже прикольно, так, маску можно снимать, и это очень прекрасно, рядом со мной тут женщина, одна едет, она когда зашла, а дело в том, что она зашла, открывается дверь, Данкишон, Данкишон, так, вот, смотрите, вот сюда вот мы прибыли, в общем, фишка в чем, эта женщина, она чистая немка, ну, по ней видно, да, и она заходит в поезд, садится, Я смотрю, что она заходит прямо без маски, я думаю, как это так получается, думаю, чисто немка такая, да, сидит себе без маски, обратил на это внимание, наверное, думаю, уже можно расслабиться, раз она маску не одевает, А там, ну, нет варианта, то, что она немка, это миллиард процентов видно, и вот я на нее смотрю такой, сижу, сижу, смотрю, и вдруг она резко так, так, знаете, как опомнилась, да, так, раз-раз-раз такая, начала искать что-то, раз-раз-раз, в сумку залезла, надела маску и все, и успокоилась такая сидит это так немного смешно выглядело, так, очень много полиции здесь, не знаю, что здесь происходит мы сейчас вот здесь спустимся эскалатор не работает поэтому мы там не спустимся, мы спустимся по лестнице вот это у нас главный вход и выход другой вход есть он идет через коммерческий центр, то есть можно вот так вот выйти в город, как мы сейчас выходим с вами а можно через коммерческий центр, большой такой центр да, там кафешки, рестораны, в общем можно тоже там сидеть, отдыхать, вон там он находится можно через него пойти ну таксисты, как обычно, да, на вокзале местные бомжи вот, и народ гуляет здесь реально народ гуляет, сам город этот кстати мне понравился местная эстрада вот смотрите, местная эстрада как выглядит, обратите внимание какая музыка играет слышите, какая музыка играет я сейчас специально буду говорить максимально не давая вам ее послушать потому что будут блокировать видео на ютубе блокируется, когда музыка играет я думаю, что в общем-то здесь все будет одинаково, как и в том городе который я вам уже показывал да, те же вот сардельки, те же колбаски те же магазинчики возможно даже, что это вообще те же самые люди, которые просто переезжают из города в город я их узнаю, кстати если это те же самые, я их узнаю вот, которые делают ярмарку у нас, вот видите, какой кораблик как-то немного хаотично здесь все это расположено взял себе пирожечку так, вот здесь вот можно брать вот это мне надо вон там вот сяду и буду красиво сидеть наблюдать за жизнью местной вот такое у меня пирожко на что-то похож но не могу понять, на что орех сверху и вот такой кофе ваше здоровье мои граждане так, оказался я в музее шел по улице смотрю написано музей какой-то и вход свободный вот я сюда и зарулил вот смотрите вот такие здесь экспонаты все, что в этом музее находится посвящено морской теме вон видите Гамбург Америка Линия то есть это пароходы которые ходили в разные времена я так понимаю из Германии вот здесь видите книжки все в этом русле да все посвящено морской теме одним словом то есть такие открытия какие-то видите Гамбург Америка Линия вот сам музей небольшой тут несколько залов и везде вот эти вот плакаты вот White Star белая звезда пожалуйста круиз вот так вот вообще на самом деле вот эти плакаты старого формата вот я не знаю как вам нравится они или нет ну ретро да так называемый мне лично они прикольно выглядят мне нравится когда так все выглядит здесь очень много разных тоже книг я так понимаю посвященной этой тематике кто более разбирается во всем том что я сейчас вам показываю обязательно пишите свои комментарии вот смотрите 1931 полярные нордкап вот так вот Бремен то есть из Бремена да что-то вроде не знаю но сами по себе вот эти плакаты мне лично очень нравится 1928 год 1933 вот вот такие залы полностью вот они вот там что-то электронное тоже есть но мы сейчас это слушать не будем там можно читать более подробно вряд ли там есть русский язык но я сейчас на всякий случай проверю мало ли что хотя я сомневаюсь или английский но немецкий естественно да возможно французский даже будет вот такие вот плакаты здесь висят и внизу уже показаны на чем они плавали видите смотрите как выглядели сами вот эти корабли все их названия в общем полностью история сейчас тут задерживаться более подробно не будем рио браво генерал сан-мартин пожалуйста вот так вот все это выглядит так ну что пойдем дальше в очередной зал единственное как уже сказал давайте заглянем видите здесь стулчик стоит можно садиться так что есть что есть ага вот тут все идет на немецком языке да все на немецком языке здесь вот и в очередном зале вот такая же история тоже самое уже следующие года идут уже открываются новые страны нью-йорк смотрите 1857 видите то есть те были 1900 а это 1800 вот здесь у нас идут лето скандинавия вот идет смотрите видите скандинавские времена здесь вот Гамбург Америка линия ну 1934 год 1937 год вот Мадейра остров есть я так понимаю это все те годы круизы которые здесь ходили паромы которые здесь ходили да вот и я думаю сейчас тоже ходят скорее всего вот здесь еще разные книжечки открыточки уже в более маленьком мелком формате вот как все это выглядело изнутри вот сам этот пароход вообще на пароходах конечно плавать очень прикольно очень весело особенно если ты с кем то да потому что когда один уже не так интересно бывает присыщаешься вот хочешь не хочешь постоянно одни и те же программы та же еда вот вроде бы с одной стороны кайф большой такой но с другой стороны это как бы странно сейчас не прозвучало надоедает надоедает я просто знаю как это все выглядит но если ты не один посмотрите сюда даже вот такие пароходы есть третьего рейха я так понимаю но если ты не один посмотрите сюда какие экспонаты видите ничего себе это билеты получается или что это такое посмотрите вот это вот это интересные пяти ну так вот все выглядит а это что книжечка такая бортовая ну да открыточки такие вот так вот все это выглядит и последний уже зал получается у нас я так понимаю нет предпоследний зал да здесь барабан стоит чемоданы вот символ путешествия на этих пароходах вот и уже следующая здесь эпоха уже Амстердам а Нью-Амстердам Нью-Амстердам видите открывается Европа Канада линия видите сколько разных линий открывается здесь в общем прикольно путешествовать на пароходах очень даже прикольно особенно как уже сказал если ты не один если у тебя нормальная такая бомбовая каюта с видом на океан выходишь на балкончик знаете у меня столько этих видео есть но к сожалению до сих пор не получается мне все это выложить надеюсь когда-нибудь выложу какие-то у меня сохранились какие-то исчезли в общем много у меня есть видео где так красиво идет пароход наш а ты выходишь на балкон из своей каюты и уже очередное там не знаю какой день пятый десятый восьмой двенадцатый в общем плывешь 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 открываешь новые города новые страны новые люди вот есть в этом свой прикол есть даже люди которые живут вообще на этих пароходах я сейчас не помню там истории там некоторые люди есть которые реально просто у них пожизненность скажем так как членство они и они реально на них живут целыми годами и мне кажется это круто очень даже круто вот ну и давайте закончим нашу экскурсию по этому музею на всем известном нам титанике вот такой вот музей надеюсь вам видео это понравилось а мы пойдем дальше покидаем музей сейчас я вам покажу как он выглядит с улицы чтобы вы знали вот смотрите видите вот он называется стат музей но вообще это обозначает городской музей стат музеум видите это старое здание посмотрите какой красивый фасад двери какие вот и вот здесь я проходил вот здесь висело видите смотрите вот этот плакат и то что вход свободный ну что спасибо этому музею городскому пойдем дальше находимся в городе Киль взял вот такие вот открыточки в этом городе это естественно для заполнения бачанга паспортов для моих граждан прогуляемся про мосту вон там центральные качельки вот таких качелек у нас в городе не ставили в нашем лагерном городе видать посчитали что слишком будет роскошно на таких качельках нам кататься посмотрите это уже такие реальные огромные качельки да их нелегко я думаю устанавливать но они их установили и вон тех вариантов американских город да тоже не было в нашем городе вот так видите где-то больше где-то меньше короче получается так а вот смотрите вон он этот корабль вот она красота вот она красота да смотрите получается он отплывает просто берет и отплывает я прошлый раз когда здесь был там стояла эта махина я не знаю это она стояла или другая стояла в общем огромнейшая такая посудина стояла и там было написано там что-то Холланд типа Голландия и Америка было написано да я решил пройти в эту сторону думаю давай-ка я посмотрю узнаю все же бывает да а чтобы туда попасть надо через ну этот вокзал назовем его так проходить вот но на входе стоял охранник он говорит если у тебя этой посмотрите на нее посмотрите какая огромная просто реально огромная да стоит вот здесь вот Холланд Америка Лайн пожалуйста пожалуйста он там вход но он туда не пускает говорит карточку надо без карточки говорит простите но мы вас запустить не можем так это уже у нас мертолеты здесь кружатся над нами а нет самолет самолет летит смотрите какой самолет летит самолет тоже частный какой-то маленький самолетик видать он на этой посудине приплыл не дождался пока произойдет парковка я оттуда напрямую вылетел к себе на райончик может быть даже на наш лагерный райончик кто его знает так ну что мы пойдем дальше люди видите тоже снимают очень много здесь русскоговорящих и в основном это беженцы из Украины а вон там они еще колесо поставили они реально здесь очень много понаставили смотрите то есть город реально празднует в том плане что не как у нас на одной улице да это было а прямо по всему городу видите колесо там вот эти качельки здесь потом с той стороны тоже пачангас пачангас Дэн Добрегор не знаю кто он но вы увидели короче вот такая здесь красота вон полиция стоит и что-то здесь происходит у нас что происходит не совсем понятно но что-то происходит он рыбу ловит наверное проверили а нет не ловит рыбу хорошо брат спасибо давай удачи я не знаю как благодаря все нормально увидимся зашел кебабную смотрите вот какие вон там вот цены взял вот такой кебаб стоит он 6 с чем-то евриков 6,5 кажется ну в общем до 7 не знаю в чем прикол вот этого стола но скол очень оригинальный с большой дыркой посередине сижу вот в этой вот кебабной и самое главное я сюда зашел конечно зарядить свой аппарат потому что батарея у меня уже заканчивается а видео мне снимать для вас надо мои граждане вот такая вот кафешечка всем кто ест вождем он аппетит кебабец очень вкусный просто ну нормально в общем да реально вкусный как я люблю поджарить такой хлебушек рулет вот этот лаваш это да в общем все прекрасно есть но я так и не понимаю зачем эта дырка вот сижу думаю но пока ничего умного не пришло в голову дыра реально огромная пол стола занимает зачем она можно вот так руку делать очень удобно так сидишь делаешь кебабчики болтаешь рукой или ногой кебабная шикарная выглядит красиво на улице тоже можно сидеть единственный минус но опять-таки для меня да посмотрите видите здесь даже курят на улице то есть можно сидеть курить а единственный минус то что нет интернета но по крайней мере розеточки есть подзарядил я чуть-чуть аппарат свой интернет им конечно не нужен я прекрасно понимаю но мне бы он не помешал сейчас по той причине что уже несколько дней я не могу залить видео часовой очередной видео у меня просто не могу его залить потому что не хватает интернета просто нет интернета да в кафешках сидишь 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 то есть нет такого быстрого интернета знаете зашел и загрузил хотя бы полчаса не получается просто не получается для меня интернета как уже сказал не хватает потому что мне нужно залить реально часовое видео да но сам по себе интернет практически по всему городу для простых вещей там не знаю что-то посмотреть зайти все получается но когда загружаешь видео то долго короче долго допустим часовое видео надо не знаю часов 6 наверное надо будет сидеть я так предполагаю примерно конечно когда ты можешь поставить на загрузку телефонный загружать видео там допустим на ночь поставил да это одна история 6 часов те же да там 5 часов 7 часов а когда в кафешке вот так вот сидишь это уже совсем другая история это бременский у нас кораблик смотрите вот такая вот колымага стоит он там готовится какие-то явства и вот здесь стоит очередь я так и не понимаю она именно суда стоит эта очередь вон прямо оттуда на видите стоит а вот вот народ пошел пошел народ пошел народ да все запускают вот здесь вот сегодня тоже будут веселье проходить но мы пойдем дальше может попозже мы еще заглянем сюда посмотрим уже танцы идут вот такие небольшие танцы скажем тогда вот выступает хотя здесь никто не уступает пока я думаю будет выступать вот такая здесь атмосфера дискотека везде играет музыка танцуют люди в общем веселье идет полным ходом что на корабле что на земле а вот походу еще и отчаливает куда-то вот такая атмосфера на райончике у нас сидим пьем кофе наблюдаем за этим жесткочем который здесь происходит вот продаются разные вкусняшечки тусуется молодежь просто которая беспределит ну правда мягко до беспределит вот очень весело вот такой город показываю сегодня но как вы поняли это не солнечная калифорния друзья мои более того на солнечную калифорнию не пускают по крайней мере на той огромной колымаги которая показывала не вот эти вот малюсенькие колымажечки она той огромной но зато я нашел интернет у тебя точно хороший интернет прям быстро как вот эти качели все пойдемте проверим интернет по крайней мере видео для вас загружу сегодня а 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